Всем привет! С вами вновь канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня я решил съездить в Провел, отыскать базу канала. По основной дороге поехал, вроде наезжу, но знаете, как-то стремновато заехать и потом остаться без помощи, без всего на свете. Решил доехать до ближайшего тут, если по прямой взять, садового товарищества. Ну и собственно говоря, сейчас буду брать лыжи. Вот одна точка, где я нахожусь, вторая точка, это куда мне нужно прийти. Здесь где-то в районе трех километров. Частично тут дорога накатана, то есть частично у меня путь будет по накатанному, а там дальше посмотрим. Ладно, что, вперед поехали. Едемся по карте. Тут у нас развивка пошла, по какой дороге лучше идти. Надо идти вот по карте по этой дороге. Где еще такая красота, а? Только у нас в Сибири. Вот отсюда пришел вот тот человек, который воровал. И честно говоря, ботинки этого сторона мне что-то напомнили. По-моему, это и были эти следы. Ну ладно. Если кто не сибиряк, я вам показываю следы зайца. Вот так вот зайц бегает. А зайцы здесь море. Причем вообще крупный, здоровенный. Он как собака этот зайц. Вон он оттуда пришел. Как в сказочном лесу сейчас нахожусь. Вообще здорово, прикольно. Вот он зайка тут бегал. Самое тяжелое на лыжах здесь вот по этому болоту проходить, то что здесь кочки. А лыжи беговые, не охотничьи. Вот этот вот участок тяжело проходить. То есть они, когда встаешь, лыжи между кочками продавливаются вниз. Охотничьи там тяжелая широкая лыжа. А беговые они вон длинные и узкие. Вот здесь вот я иду, здесь по накатанных, здесь уже на охотничьих на широких тот ходил. Ну, пошли дальше. Тяжело, конечно, с непривычки подниматься в горку. Тем более, лыжи не охотничьи. Катятся назад, это вообще. Пришлось снять так ползки. Сейчас уже подхожу. Кругом следы. Вот иду-ка по целеху. Смотрите, красота какая. Снега вообще капец. Уже подходим. По зайчим следам иду. Сейчас посмотрим, что там. Сосульки вот весят. В общем добрался я до базы канала. Убедился, что тут у меня побывали опять гости. Сильно не на безобразничали, да и вообще не на безобразничали. Я так даже не заметил, может что взяли, что не взяли, может просто посидели. Но ничего не испортили. Вот. Добраться сюда реально, поэтому скорее всего завтра я пойду сюда с собой покушать взял. Ну, классно-режно. Купили кружку на Новый год подарочную взять его. Я говорю, Юлька, давай оставим себе. Здесь можно дошираки всякие заваривать, горячую такую еду какую-то собрать. Горлышко у вас широкое. С утра сегодня сам его заварил. Горячая до сих пор. Конечно, нужно таких на пегловых лежать здесь пройти. Тяжело, особенно в горку и по лесу. Но реально, собака пройдет. Завтра я, скорее всего, с собой Акбар возьму. Сегодня проведу стрим с вами со всеми. Завтра мы с Акбарчиком уже сюда поедем. Вообще, конечно, это так кайфово. Пройти на лыжах, по лесу. Красота, солнце светит, обалдеть. В принципе, если был бы джип, то можно было бы проехать. Но на Калинии я, конечно, побоялся сюда снуться. Вот. А так здесь, в принципе, два с половиной, не два километра. Как вот по карте, по гуглской показывает, два километра. Ничего не два. Я завтра не шагомер, а установлю приложение, которое, ну, промерит мое расстояние. И посмотрю, сколько вот я шел на лыжах. Потому что там же петлял, туда-сюда, пятое-десятое. Это все не учитывается. Зайчих следов капец вообще как много. Одни зайцы. Я вот смотрю, я тут яблоньки посадил. Сынов нету. Значит, мои яблоньки должны дожить. Я тут вообще вдоль заборчика высадил живую ограну такую. Всякое разное растение высадил. В черевах, здесь идет и калина, у меня и ревейна идет. Но только что надо будет подрезать постоянно, потому что линия электропередач идет. Это не очень хорошо. Но за то, что будет закрывать. Завтра я сюда приду, мы с Агварчиком проведем полноценный репортаж такой. Всем привет. С вами был канал Яль Мой Хвост. За здоровый образ жизни, заслужите доверие и уважение. У вас все получится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok